Девы, и снова здравствуйте! Меня зовут Ева Лехцер, рада вас приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить тороскоп на июль 2018 года. По традиции, расклад покажет вам 6 основных факторов, а именно общая атмосфера месяца, события, которые наиболее вероятно проиграют в сфере работы, финансов, личной жизни, здоровья и карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Так, работать мы сегодня будем в стороне Книга Теней. Колода очень энергоемная, очень такая добродушная, с глубоким таким вот информационным посылом, такая сама по себе светлая. Настраивайтесь, пожалуйста, на работу. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории, он не может однозначно проиграться для всех, поэтому, у кого не проигрываются расклады по знаку зодиака, смотрите расклады еще по асценденту своего знака в натальной карте. Итак, начинаем. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, давайте смотреть общая атмосфера месяца. Четверка Жезл. Замечательная карта. Карта, ну, сложно сказать, сбора урожая, потому что еще июль месяц. Но это, знаете, как пожилой пады своего труда. В первую очередь это касается семьи, потому что это семейная карта. Это вкладываться в семью, развивать семью, работать над семьей, над гармонием, уютом, атмосферой. По четверке Жезлов это могут быть в целом какие-то мысли по поводу преобразования жилища. То есть улучшения жилищных условий. Не знаю, может быть какие-то вот идеи купли-продажи дома, арендные недвижимости. Либо способы, каким образом в целом, да, можете улучшить свои жилищные условия, там, то есть ситуация размена. Либо же в целом ремонт, то есть либо какой-то декор вашего жилища. То есть здесь вы будете создавать атмосферу стабильности и уюта. Вся или весь в семью, с душой, с радостью, с любовью. То есть вот такое, знаете, и вам действительно это будет в кайф. Вы будете от этого получать и заряд бодрости, и заряд энергии. Так, что вас ожидает в плане работы? Здесь у нас падает перевернутая тройка Жезлов. Сама по себе ситуация застоя. Спад вашего запала, объясню почему. Потому что вы понимаете, что вам необходимо расти и четко осознаете тот факт, что это работа временная. По той простой причине, что вы не видите для себя здесь перспектив карьерного личностного роста. И скажем так, мелковатый. Либо возраст не соответствует, либо вы понимаете, что, например, как... Ну, вы можете в текущей ситуации быть основным добытчиком и кормильцем семьи. Что нужно стремиться к большему. Стремиться к лучшему. К каким-то новым идеям. Если на текущий момент вы безработный, то ситуация не изменится. Если вы наемный работник, либо у вас свое дело. Эта ситуация, я не могу сказать застои, а знаете как, без изменений. То есть ровно. То есть так, как у вас было в тот момент. То есть не могу даже сказать, ни хорошо, ни плохо. Просто вот пока какая-то ситуация, знаете, поставить на паузу. Ситуация ожидания. Посмотреть и разобраться в том, что же вам нужно на текущий момент на самом деле. И куда вкладывать свою энергию, свои ресурсы. Что вас ожидает в плане финансов? Здесь падает королева кубков. Не смотрите на эту удручающую картину по той простой причине, что... Как вам правильно объяснить? Здесь идет ситуация утешения. Но мы смотрим с финансовой точки зрения. А с финансовой точки зрения королева кубков – это карта прибыли. Причем прибыли не плохой. И здесь может быть ситуация премии, получения отпускных, получения каких-то там дотаций. Либо, ну, я могу сказать, что это не дополнительного источника дохода. А поскольку это все-таки женская карта, получение каких-то дополнительных денег от женщины. И здесь может быть ситуация, поскольку здесь все-таки мужчина утешает женщину. Знаете, как потратиться на женщину с целью утешения, сделать ей приятно, в чем-то ее приободрить, в чем-то ей помочь. Ну, давайте дотянем сюда карту, что уже здесь. С чем будет связана вот эта вот ваша помощь и поддержка. Возможно, вы кому-то будете отказывать финансовую поддержку. То есть, там, сестре, маме, родственнице, девушке своей, да, если смотрит мужчина. То есть, тому, кто нуждается не только в вашей словесной, но и материальной поддержке. Так, что же у нас здесь? Так, по девятке жезлов. Ну, с позиции финансов, вот посмотрите. Однозначно будет рост и ситуация стабильности и благополучия. Поскольку вот здесь, видите, зажигают свечи на полу, такая вот более романтичная атмосфера, подготовка к чему-либо. То здесь вам вот четко, если смотрит мужчина, побалуйте свою женщину в июле месяце. И так это нужно. Поймите, вам это вернется сторицей. Сделайте какой-то романтический поступок. Ужин, не знаю, там, выезд на природу, либо побалуйте дома. То есть, вот то, чего ей так давно не хватало. И не только с позиции, вот знаете, вашего внимания, любви, заботы, какой-то эмоциональной поддержки. Побалуйте на материальном плане. То есть, возможно, подарите ей то, что она давно хотела. Либо посопутствуйте, посодействуйте ей в этом вопросе, да, приобрести то, что ей хочется. Вот тот эмоциональный заряд, который вы получите в ответ, он, скажем так, вас только воодушевит и даст вам возможность зарабатывать больше. Если же смотрит девушка, то та же самая ситуация. Вот тот аспект, что вы, например, финансово поможете сестре, маме, подруге, еще кому-то, вам вернется сторицей. То есть, не жалейте, не жалейте о том, что вы кому-то поможете. Так, что вас ожидает в плане здоровья? Двойка пентаклей. Под двойки пентаклей сама по себе ситуация. Сохраняйте баланс. Как в еде, так и в питье. Потому что это, знаете, какое-то гармоничное, ну не то, что как бы существование, поддержание своего физического и энергического уровня. Во-первых, что такое двойка пентаклей? Помимо ситуации гармонии баланса, это карта, которая очень часто указывает на парные органы. И это, знаете, как карта здоровья переменного, но неплохого. И здесь такой, знаете, ситуация медленного выздоровления. То есть, неважно, простудного заболевания, либо обострение каких-то хронических заболеваний, парных органов. Но чаще всего под двойки пентаклей, дадут и почки, и надпочечники. Что вас ожидает в личной жизни? Туз жезлов. Ну вот смотрите, ну вот все вам карты в руки. Четверка жезлов, девятка жезлов, туз жезлов. Но энергия страсти. Это, знаете, как заново зажечь. Ситуация страсти, любви, в такой вот бешеной энергетике. Допустим, ситуация вдохнуть что-то новое. Ваши отношения, которые уже устоялись для тех, кто в паре, да. Для многих, кстати, это может быть ситуация, еще знаете, как проиграться? Как ситуация зачатия ребенка. Ну не то, что возобновление отношений, а как новая струя в отношениях за счет беременности. То есть для вас это может еще проиграться так. Для тех, кто в свободе на текущий момент, это ситуация новых отношений, новых связей. Потому что туз жезлов, это всегда карта от знакомства. Неожиданного такого энергичного, с запалом страсти и эмоциями. Но если вы уже пара устоявшаяся, то здесь в июле месяце романтика у вас просто будет зашкаливать. Так, ну и совет от карт. Так, смерть. Смотрите внимательно. Давайте, я даже вот та карта поднесу. Вот я не знаю почему, но у вас четко здесь идет вопрос на лицо, касаемо недвижимости. Смерть. Здесь просто Аркан говорит о том, о ситуации, когда отмирает что-то старое, приходит новое. Но старое вы отпускаете, скрипя сердцем. И крайне болезненно. Вот видите, здесь сама по себе идет, покажу по прорисовке. Выставляете дом на продажу. Дом, с которым у вас много связано. Много эмоций, переживаний. Прожито много совместных лет жизни. Но вы это делаете не в ситуации безысходности. А с целью перебрести что-то более лучшее, более значимое. То есть более, ну как, знаете, вот более комфортабельное. Вам очень тяжело расставаться с прежним. Понимаете, в большинстве случаев для многих это отыграется как ситуация в плане недвижимости, да? Давайте уточним, для кого же еще как это может отыграться. Но в целом здесь смерть говорит с позиции совета. Как бы это ни было болезненно и тяжело, отпускайте старое, чтобы быстрее что-то вошло в вашу жизнь новое. Новое, продуктивное и благоприятное. Так, что у вас здесь? Ну смотрите, тройка кубков. Вот, карта празднества, карта ситуации. Поэтому то, что вам так тяжело отпустить, оно вам пойдет на пользу. Для некоторых, ну это в большинстве своем, для тех, кто свободен, может оказаться ситуация, это знаете, как войти в любовный треугольник. Об этом вы можете сожалеть. Но вместе с тем, это знаете, как прожить какие-то приятные моменты. Вот такой вот вышел месяц, мне кажется, крайне позитивным. Там уже, конечно, смотрите сами, потому что у каждого свой рецепт счастья и свой взгляд на жизненные вещи. Для тех, кто хочет индивидуальную консультацию, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ива Лехцев. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok